Всем привет! Меня зовут Лев Коновалов и это телепрограмма Наша Лига. Программа, рассказывающая о любительском, детско-юношеском и массовом футболе нашего региона. И вот о чем мы готовы поведать вам в этом выпуске. Жаркие баталии на паркете. В зимнем чемпионате Краснодара по мини-футболу замечен представитель российской премьер-лиги. Чем привлекают футзальные битвы Евгения Осипова. Играть не только эффективно, но и красиво. Краснодарские мастера фристайла раскроют секреты нескольких коронных трюков. Эксклюзивные кадры в нашей рубрике «Уроки футбола». В то время как кубанские мастера большого футбола еще не успели собраться вместе после новогодней паузы, их коллеги по цеху, специализирующиеся на паркетных баталиях, напротив, возобновили свои соревнования практически сразу после праздников. Зимний чемпионат города Краснодара по мини-футболу с каждым туром собирают на трибунах все больше зрителей и тому есть вполне логичное объяснение. Компактность площадки волей-неволей заставляет игроков принимать решения быстрее, а значит скорости становятся выше, а забитых голов больше. Общий уровень мастерства команд подрос. Я наблюдаю матчи третьей лиги, первой, второй, высшей лиги. В принципе смотрю, что уровень достаточно высокий. Во всех лигах команды футболисты присутствуют хорошего уровня. Если раньше последняя лига отличалась низким уровнем мастерства, а сейчас уровень мастерства подрос, ребята. Наибольшее внимание публики, разумеется, приковано к баталиям высшей лиги. В этом самом элитном дивизионе на сей раз сражаются 11 коллективов. Одним из самых интересных поединков четвертого тура стало противостояние команды СБС и клуба с шутливым названием «Баня». Последний мог похвастать крайне серьезным укреплением состава мастером из большого футбола. Причем не каким-нибудь там завершившим карьеру ветераном, а самым настоящим действующим игроком в премьер-лиге. Евгений Осипов в свои 29 уже успел поиграть на самом высоком уровне за Мордовию и Тульский Арсенал, а ныне выступает за Уфу. Мини-футбол же для него как способ поддерживать форму в кругу старых друзей. Ведь Осипов воспитанник Краснодарской с Дюшор номер 5. Понятно, что большое отличается от маленького футбола, от мини-футбола. Во-первых, здесь и площадка. Ну, нравится, что зал, пока погода на улице не такая прям уж хорошая, что здесь в зале можно подвигаться, поддержать форму, получить большое удовольствие, играя в своей команде, с своими ребятами, с своими партнерами. Сюжет этого поединка по своей непредсказуемости был достоин добротного голливудского триллера. Дружина Синих к концу первого тайма вела со счетом 3-0 и казалось, что своего уже не упустит. После перерыва команда Баня нашла в себе силу, чтобы переломить хоть поединка и отквитать все три мяча. Однако соперник исцедрился вновь выйти вперед. И все же удача в этот вечер была явно стороне Бордовых. В самой концовке встречи Сергей Щербина восстановил статус-кво, уверенно реализовав 6-метровый штрафной удар. Ну а финальную точку метким выстрелом поставил его одноклубник Зафар Рахимов. Как итог, волевая победа команды Баня со счетом 5-4. Хочу поздравить нашу команду с победой, тяжелой, но волевой. У нас задача стараться выиграть каждый матч и по концу сезона попасть в тройку. Не менее зрелищным получился и другой поединок тура, в котором команда «Аякс Карлов мост» скрестила копия со сборной Кубанского аграрного университета. Примечательно, что последняя, вопреки современной моде, старается не привлекать под свои знамена так называемых легионеров и играют в ней исключительно настоящие студенты сельхоза. Ну а в качестве главного тренера и вовсе выступает самый настоящий профессор. Команда существует с 1986 года, с того момента, когда я начал работать в агроуниверситете. То есть был создан мини-футбольный клуб. И потом, когда начались первенства Краснодарского края, мы тоже подключились, начинали со второй лиги. Ну вот уже пятый сезон высшей лиги играем. То, что шансы студентов против действующего чемпиона зеннего первенства откровенно невелики, было понятно еще до стартового свистка, и сама игра это только подтвердила. Меткие выстрелы Алия Хаакита и Максима Шевченко, а также дубль Алексея Цимбалиста, позволили «Аяксу» уже к перерыву вести с разницей в четыре мяча. Впрочем, сельхозовцы проявили характер и в тайме втором не только дали грозному сопернику достойный отпор, но и смогли дважды поразить его ворота. И все же на равных тягаться с объективно сильнейшей командой чемпионата было сложно. Неудивительно, что Алексей Цимбалист успел оформить в матче хет-рик, а его партнеры довести дело до разгромной победы. Как итог, 7-2 в пользу Аякса. Мы играли, можно сказать, не в свой футбол. Это не наш футбол. Мы за счет, опять же, ошибок и быстрых выбеганий в контратаку забили. И сами пропустили два ненужных мяча, которые они нам абсолютно, ну, турнирные таблицы, ну, не необходимы они нам. Вот. По игре мы можем лучше играть, но сегодня, наверное, игра у нас не сложилась. Вот. Была игра с кусочками, отрывками. Поэтому, ну, хорошо, что выиграли. Я поздравляю всех ребят с победой. Еще три очка набрали, и теперь мы делим первое-второе место с командой ГАИ. Вот. Ну, еще нам с ними встречаться. Думаю, там будут поинтереснее игры. На очереди наша традиционная рубрика под названием «Уроки футбола». Сегодня секретами своего мастерства готовы поделиться мастера Краснодарской школы футбольного фристайла. Здравствуйте. Меня зовут Федор. Меня Руслан. Мы тренеры Краснодарской школы футбольной техники и футбольного фристайла. И сегодня мы вас научим футбольным элементам, футбольным финтам, которые помогут вам как на поле, так и вне его. И первый элемент, которым мы вас научим, будет F12 флик. Он немного похож на всем известную радугу, но имеет некие свои особенности, которые вы сейчас увидите и научитесь. Сразу с нуля этот финт будет сделать довольно-таки тяжело, поэтому мы разобьем его на несколько частей. Итак, первая часть. Для начала нужно научиться поднимать мяч вот таким образом. С места. Оставим опорную ногу на линии с мячом. То есть носочек примерно на центре мяча. Причем носочек немного смотрит в сторону мяча, немного вправо. Правая нога именно накатывает, прокатывает мяч до момента, когда он соприкоснется с левой ногой. Как только левая нога чувствует мяч, левая нога сгибается в колено и поднимает мяч. Все это действие выглядит вот так примерно. Медленно. Раз, раз. Подняли. После того, как вы освоили первый элемент, стоит переходить ко второму. Второй элемент – это подбив пяткой. Выглядит изначально… Мы делаем соцкока от земли. То есть поворачиваемся, бьем, оп, подбили. Второй раз. Раз. Подбили. Затем пробуем подбивать пяткой сжонглирования. После того, как мы освоили два основных элемента, мы их соединяем, но при этом делаем пока все с места, без движения. После того, как вы освоили данный элемент с места, стоит приступать к его выполнению на движении. Поехали. Продолжение следует... И второй трюк, которым мы вас научим, будет R21 Fint. Он очень красивый, но, тем не менее, очень применим в футболе. С его помощью вы сможете, скажем так, накачать соперника и прорваться к воротам, и забить гол или отдать голевую передачу. Элемент, о котором мы поговорим сейчас, выглядит таким образом. Чтобы освоить этот финт, его нужно разбить на несколько простых шагов. Шаг первый заключается в том, что мы левой ногой откатываем мяч на себя, правой ногой фиксируем за левой ногой. Шаг номер два заключается в том, что мы прокатываем мяч вперед, затем делаем переступ левой ногой, правой ногой, и в конце вокруг мяча оборачиваем левой ногой. И наступаем правой ногой подошвой на мяч. Когда первые два шага освоены, мы начинаем приступать к шагу номер три. Шаг номер три заключается в том, что мы прокатываем мяч назад, затем внутренней стороной стопы убираем под ногой и уходим в сторону от соперника. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На сегодня это все, что наша программа хотела вам поведать, но мы продолжаем держать руку на пульсе. Все самое интересное из мира кровавого футбола расскажем ровно через неделю. Смотрите нашу лигу. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова